Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев, это канал Футболота Жизнь и сегодня у нас последний выпуск футболистов через 5 лет игроков сборной Германии и на очереди у нас игрок Дорганской Баруси Филипп. Он очень хорошо раскрывается, это очень перспективный игрок, если покупать его в карьерках. Так что за него мы сегодня и сыграем. И также этот ролик будет последним по тому, что мы всегда делаем футболистов через 5 лет и мы берем определенную нацию и по ней мы уже определяем 4 футболистов и уже делаем контент. Но я решил закончить именно на сборной Германии, не знаю почему так, но мне кажется не заходят такие ролики, как например мне самому неинтересно было делать там про Гнабри, например, про Филиппа, но кому это интересно. Так что уже не будет такого, что голосования в группе не будет, хотя все равно подписывайтесь, ссылочка будет в описании, там будет много анонсов других роликов. Так вот, я пока что ничего не буду говорить, может быть вы сами догадаетесь, пишите в комментариях про кого будут следующие ролики футболистов через 5 лет. Я думаю как раз вот это вот должно как-то разнообразить. Но что, должны мы поставить жирную точку, именно по нации мы вот так вот выбирали, так что сегодня мы на этом и закончим. Ну что, поехали? Итак, закончился первый сезон за Филиппа. Боруссия заняла первую строчку, причем такой хороший отрыв от второй строчки. Кубок Германии выиграл Байер, обыграв Боруссию на Менхенгладбах со счетом 2-0. Боруссия вылетела в 1-8 от Лейпцига со счетом 1-0. Суперкубок Германии выиграла Бавария, обыграв Боруссию по пенальти со счетом 4-3. Лигу чемпионов выиграла Бавария, обыграв Манчестер-Сити со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Атлетик Бильбау, обыграв Арсенал со счетом 2-1. Боруссия вылетела из Лиги Европы на стадии 1-16. На чемпионат мира 2018 года сборная Германии коалифицировалась в первой строчке, но Филипп на чемпионат мира не поедет. Итак, закончился второй сезон за Филиппа и Манчестер-Юнайтед до него третью строчку чемпионом стал Челси. Кубок Англии выиграл Челси, обыграв Манчестер-Юнайтед по пенальти со счетом 4-3. Кубок Ииди Англии выиграл тоже Челси, обыграв Ливерпуль по пенальти со счетом 4-3. Суперкубок Европы выиграла Бавария, обыграв Атлетик из Бильбау с счетом 2-1. Лигу чемпионов выиграла снова Бавария, обыграв Атлетико Мадрид со счетом 2-1. Манчестер-Юнайтед дошел до полуфинала, где проиграл Баварии со счетом 4-2. Лигу Европы выиграл Арсенал, обыграв Манчестер-Сити со счетом 1-0. Итак, закончился третий сезон за Филиппа, Ювентус стал чемпионом Италии. Кубок Италии выиграл Латси, обыграв Торрентино со счетом 2-0. Суперкубок Европы снова выиграла Бавария, обыграв Арсенал со счетом 3-0. Лигу чемпионов выиграла Манчестер-Сити не Бавария, а Челси со счетом 2-2 обыграла именно Баварию, но с таким расчетом Челси выиграл Ювентус из полуфинала Лиги чемпионов. Лигу Европы выиграл Хопенхайм, обыграв Тоттенсон со счетом 2-1. На чемпионат Европы до 2020 года сборная Германии конвестировалась с первой строчкой, но на него не едет Филипп. Итак, закончился четвертый сезон за Филиппа, Ювентус занял первую строчку. Суперкубок Италии выиграл тоже Ювентус, обыграв Латси со счетом 2-1. Кубок Италии выиграл тоже Ювентус, обыграв Милан по пенальти со счетом 4-3. Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв Хопенхайм со счетом 2-0. Лига чемпионов выиграл Манчестеринэкс и снова Бавария в финале, но только Манчестеринэкс обыграл с счетом 2-1. Ювентус вылетел именно от Манчестера в четверть финале со счетом 3-2. Лига Европы выиграл Монако, обыграв Интер со счетом 2-1. Итак, закончился последний пятый сезон за Филиппа, Бавария стала чемпионом Германии. Кубок Германии выиграл Байер, обыграв Франкфурт со счетом 3-0. Суперкубок Германии выиграл Бавария, обыграв Лейпциг со счетом 3-0. Суперкубок Европы выиграл Манчестеринэкс, обыграв Монако со счетом 3-1. Лигу чемпионов выиграл Челси, обыграв Барселону со счетом 2-1. Бавария вылетела в четверть финале от Атлетика. Лигу Европы выиграл Милан, обыграв Франкфурт со счетом 1-0. На чемпионат в мире 2022 года сборная Германии коллективилась в первой строчке, но Филипп не едет на него. Ну что же, друзья, большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте. Ссылка в описании. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.